Здравствуйте! Поступил вопрос о том, как создать программу «Воскресная школа» и как вообще организовать ее работу правильно, чтобы не сделать какое-то количество ненужных совершенно никому ошибок. В нашей деятельности мы должны сейчас опираться на такой документ, как «Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах для детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации». Вот такой документ принят в 2012 году, и в нем очень-очень хорошо прописано все, что мы должны знать перед тем, как приступать непосредственно не то что к занятию, а даже к подготовке программ. И вот этот документ нужно найти в интернете и с ним ознакомиться. И здесь, в частности, я в качестве примера хотел бы кое-что зачитать отсюда, чтобы было понятно, о чем он говорит. Вот что касается начальной ступени, то есть это дети младшего возраста, младшего школьного возраста. Веручительными предметами начальной ступени является закон Божий, в том числе священно-библейская история, устройство православного храма, богослужения, история церкви, основы христианской нравственности на основе Евангелия и жития святых, а также церковно-славянский язык и основы хорового и церковного пения. Вот целый список дисциплин, которые можно реализовывать в воскресной школе. И дальше описание. Изучение курса Закон Божий направлено на достижение следующих целей. Тут очень хорошо, что прописаны цели. Заложить основу православного мировоззрения и мировосприятия. Дать знание о важнейших событиях священной библейской церковной истории, о внутренней и внешней сторонах жизни Церкви, о нравственном духовном законе. Помочь овладеть основными навыками добродетельной жизни, то есть по совести, богослужебной жизни через участие в таинствах и богослужениях, посильных храмовых послушаниях, правилами поведения в храме и личной молитвы. Воспитать нравственные чувства, уважение, любовь к родителям и старшим, к родине, бережное отношение к окружающему миру, как к творению Божьему. Формировать ценностные жизненные ориентиры, научить применять полученные знания для духовного и творческого совершенствования и помощи ближнему. Вот это задачи. Они же могут, можно сказать, и цели этого предмета. Предметные результаты. Здесь тоже прописано дальше. Что должен знать в итоге ребенок после того, как он пройдет обучение? Предметные результаты изучения Закона Божьего. Знание, что Бог есть Творец мира, Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. Знание и понимание молитвы Господней, молитв перед и после трапезы, до и после учения, причастного стиха, основные песнопения Пасхи, тропарь, стихиры, избранные песни пасхального канона, представление о Библии как священной книги, знание основных сюжетов, священной истории Ветхого Завета. Ну и так далее. Дальше идет перечисление. Я уже все не буду зачитывать, собственно говоря, ни к чему. Просто для понимания, из чего этот документ состоит. Там прописаны задачи, к чему мы должны прийти, какой у нас будет результат. И, в общем-то, ориентируясь на вот это, можно брать за основу. И дальше что мы делаем? Мы делаем календарно-тематическое планирование. То есть, когда мы имеем, чему мы должны научить ребенка, вот списочком, что должен ребенок знать, что уметь, что понимать. Потом мы, значит, берем, считаем с сентября по, допустим, мая или по июнь, сколько у нас будет занятий, по каким дням они будут проходить. Считаем их количество. Затем составляем темы. То есть, все, что здесь написано, мы разбиваем по темам, как-то их обозначаем. И вот у нас получилось какое-то количество часов в году, какое-то количество тем, сколько лет мы будем это все изучать. Например, допустим, два года. Значит, вот получаем вот эти темы на первый год, вот эти темы на второй год, например, или на три года, или на один год мы разбиваем. И, следовательно, на эту тему мы отведем вот там один час, на эту тему мы отведем два часа, на эту тему тоже два часа, на эту опять один, а на эту три, потому что она большая, например. То есть три занятия эту тему будем изучать. Вот так создается календарно-тематическое планирование. И расписывается потом по занятиям. Вот на эту тему, например, знание о таинстве покаяния Евхаристии. Мы туда прописываем, а что он именно должен знать. И начинаем расшифровывать конкретно, какие вопросы ребенок должен знать. И потом разбиваем, вот на первом занятии мы расскажем вот об этом, на втором занятии об этом, на третьем занятии об этом. Вот так создается календарно-тематическое планирование по всему курсу. После того, как мы сделали календарно-тематическое планирование, мы можем уже приступать по урочной разработке. То есть каждое конкретное занятие из небольшого абзаца, что здесь, в этом занятии, чему мы будем ребенка учить конкретно, мы разворачиваем на весь урок. Мы говорим, что начнем занятие вот с этого, потом вот такой стишок, потом мы будем говорить вот это, потом вот то. Потом мы проведем такой-то опрос, потом пройдет такая-то работа, дети будут выполнять то-то, или то-то, или то-то. То есть вот так. Каждое занятие прописывается, расписывается. И вот таким вот образом все это планируется. Задействована будет такая-то литература, вот такие-то книги нужно приготовить к этому уроку, к этому занятию. Вот такой-то фильм, может быть, им включить, вот такое-то песнопение они должны включить. Кого-то нужно, может быть, пригласить, священника пригласить на это занятие, может быть, попросить его вот то-то, то-то рассказать. Вот так составляется уже конкретно план каждого занятия отдельно. Это очень большая, очень серьезная подготовительная работа. Еще до начала занятий, без вот этой работы, вы не добьетесь успеха. Если вы начнете занятия в воскресной школе, не имея четкого вообще плана, не имея никакой толком программы, не представляя о том, что вы будете делать. Просто так вот душа лежит, сейчас вот ух и пойдет. Ничего у вас не получится. Дети соберутся один раз, потом второй раз, потом вы начнете замечать, что то один не пришел, то другой не пришел. В общем, через какое-то время у вас никого не останется. Тем более, что чаще всего дети воскресной школы в одну группу собираются разновозрастные. То есть там от семи лет и, грубо говоря, до двенадцати лет. Это совершенно разные дети. Одно дело семилетний, другое дело двенадцатилетний ребенок. Это совершенно разные у них представления, навыки совершенно разные. Если семилетний он еще будет сидеть за колючки и писать что-то, он еще и толком не умеет и бегло не читает, то этот двенадцатилетний, естественно, у него навыки даже элементарно. Письма и чтения очень развиты по сравнению с тем, кому семь лет. И усваивает он гораздо быстрее, ему нужно больше информации. Таким образом, когда вы видите, что перед вами сидят дети совершенно разновозрастные, и вам нужно провести занятия и организовать занятия так, чтобы они приходили вновь и вновь, чтобы им нравилось, это нужно быть очень хорошим, грамотным педагогом с большой буквы, методически подкованным, разбирающимся, и на интуитивном уровне чувствующим, что и как нужно сделать. У которого огромный просто опыт, и он знает, и то ему будет затруднительно. Это непросто сделать. А входить к детям, не имея программы, нечеткого представления, для чего вы это делаете, каждый конкретный шаг нужно прописать, обязательно. Вот если вы в это войдете, у вас ничего не получится, дети все равно разбегутся. Но останутся несколько, которым деваться просто некуда, и все. Но вы будете чувствовать жуткую неудовлетворенность, ощущать, что у вас что-то не получается, что что-то вы не так делаете, и вообще что-то не то, что-то не так. Надо сказать, что сейчас у нас большая помощь для воскресных школ оказана церковью, что ли вообще. Потому что изданы вот такие методические комплекты. Это серия воскресных школ для детей. Что в такие начальные ступени? Вот у меня просто в руках есть это. Что сюда входит? Во-первых, это три учебника. Это, что касается основы христианской нравственности. Первая часть, вторая часть и третья часть. Три учебника для ребятишек начальной ступени. И вот такая книжечка, вообще золотая, называется «Основа христианской нравственности – методическое пособие для учителя». И вот здесь, если мы откроем, это то, что вам нужно сделать. Здесь вот есть пояснительная записка, цели преподавания, предметные результаты изучения основы христианской нравственности, то есть конкретно по предмету, область использования приобретенных знаний, умений в практической деятельности, повседневной жизни, общие методические рекомендации, календарно-тематическое планирование. Все расписано, сколько часов, какие темы, какие уроки, материалы использованные, то есть какие книги здесь будут использоваться. И дальше, что самое приятное, это как раз поурочное планирование. То есть вот урок номер один, название, основные понятия, которые разбираются, цель, ход урока по пунктикам, домашнее задание какое будет, потом второй урок, и точно так же. И каждый урок вот так вот прописан, каждый. Вот сколько их есть, вот все так прописано. Такой методический комплект, его можно, наверное, и по интернету как-то заказать, и вообще поинтересоваться. У меня есть основа христианской нравственности, у меня есть история христианской церкви. Есть, наверное, и еще там целый ряд, просто у меня в наличии их нет. Вот то, что есть, я Вам, в общем, показал. И, имея вот такой комплект на руках, в принципе, можно уже чувствовать себя гораздо увереннее и знать, что не плавать, в общем, как капитан дальнего плавания в этих вопросах. Ну, а если этого нет и взять неоткуда, то вот я уже Вам сказал, как действовать. Берете и сами составляете. Ну, куда деваться, никуда не денешься. Помогай Господь!